Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Полтис, и сегодня это будет первый выпуск моей новой рубрики. Рубрика, рубрика, еще название не придумал, есть лишь примеры, но давайте пока поясню просто, что это за рубрика и что там будет происходить. Эта рубрика, ребят, посвящается тем блогерам, у которых скатились просмотры и... Так, ребят, забегу наперед, скажу то, что наш блогер будет Нептун, я потом поясню, кто это такой, если вы не знаете. Также хочу сказать то, что все блогеры в этой рубрике будут по ФНАФу, которые снимают ФНАФ. Нептуна можно назвать ФНАФером, поскольку он довольно часто снимает ФНАФ на свой канал. Ладно, ребят, продолжайте просмотры. Ну вот, у крупных блогеров, которые скатились просмотры и посмотрим, почему же они скатились. Или к тем блогерам, которых сильно хейтят, и мы будем разбираться, заслуженно ли их хейтят. К слову, ребят, я думаю, что она вам больше понравится, чем прохождение какой-то игры. Если это так, то дайте мне знать в комментариях. Так, что-то уже минуту почти говорю здесь вам, а ничего не приступаю. К слову, поставьте лайк, подпишитесь на канал и будем приступать. Итак, ребят, сегодняшний наш ютубер это Нептун. Надеюсь, вы знаете, кто это. А если нет, то я сейчас расскажу вам. Долго ничего не буду рассказывать. Расскажу, что Нептун это блогер, летсплейщик. И уже не надо объяснять то, что он снимает, какой контент. Понятно, что прохождение игр. И у него на канале более 90 тысяч подписчиков. Ну, 960 тысяч у него подписчиков. Ну и вот его просмотры. Да, на канале почти миллионники. Просмотров 12, 13 и так далее. Ну, короче, явно не на его подписчиков просмотры. И мы разберемся, почему же у него такие просмотры заслуженные. У него такие просмотры вообще. Почему выдвинул пару предположений, почему они скатились у него и так далее. Итак, ребят, вроде бы я детально, ну не детально, а примерно пояснил. И я надеюсь, вы тоже примерно поняли, кто это такой. Итак, давайте я начну все же выдвигать теории, точнее догадки, почему же они у него скатились. Точнее предположения, вот, правильно сказать, предположения. Первое предположение, это то, что он не обдумал какой-то поступок в своем видео и сказал что-то лишнее или сделал что-то лишнее. И у него скатились из-за этого просмотры. Подписчики от него ушли, потому что он начал снимать трэш или что-то такое. Нет, такого точно у него не было. Я его смотрел долго, ничего я у него такого не нашел. Да я его и так смотрю, в принципе. Он не снимал никакой там трэш, ничего не говорил. Да, он иногда может сказать маты, но, камон, маты в 2021-м, это сейчас что-то криминальное, я считаю, нет. Это можно простить. Но если школьники думают то, что мат это очень плохое и очень страшное слово, за которое убивают, ну тогда что, ну, пускай так думают. Но, ребят, я уверен то, что он не затрэшился. А если я не прав и он как-то затрэшился, то напишите в комментариях. Ну, если вы, конечно, знаете, кто это такой. И вы смотрели его контент, но тут вдруг он что-то себе лишнего позволил сказать или сделать. И вы после этого перестали его смотреть. Напишите в комментариях, если вы, ну, если я не прав. А теперь давайте я выдвину вторую, второе предположение. Второе предположение это то, что он устарел, поскольку он не менял свой контент. И уже стал никому не интересен. Ну, это уже более правдоподобная какая-то догадка. Ну, я тоже это могу легко оправдать. Точнее, точно не поэтому, мне кажется, он, у него упали просмотры. Ну, ладно, давайте поясню, почему я считаю, что не поэтому у него упали просмотры. Ну, давайте, к примеру, мы возьмем Купленова. Купленов Play. Я думаю, вы все знаете. А если не знаете, то вы хотя бы видели его в мемах. Потому что про него есть, ну, довольно много мемов. Ну, ладно. Купленов Play. У него на канале 10 миллионов. А снимает он 7 лет. 7 лет он уже на ютубе. И он тоже летсплейщик. И контент он свой не менял вообще. То есть, как он проходил, так и проходит. Да, менялся качество звука, качество картинки. Да. И у Нептона тоже такое было. Так вот. У Купленова просмотры держатся на плаву. При 10 миллионах, блин. При 10 миллионах у него нормальные просмотры. Да, на его подписчиков, я считаю. Может, не совсем, но просмотры держатся у него на плаву. И у Винди 31, который снимает 8 лет. И у него 6 миллионов. И у него просмотры тоже держатся на плаву. А вот теперь последнее предположение, почему у Нептона скатились просмотры. Которое, скорее всего, самое-самое вероятное из этих всех. Это то, что его подписчики вообще очень маленькие школьники. Я не про всех, я не про всех, а про большую часть, так скажем, да. Почему я так считаю? Потому что школьники, они обычно смотрят видосы с рекомендацией. Когда они просто подписываются на всех, а потом смотрят, ну, 20 блогеров из 300 их них. Короче, из 300 блогеров, на которые они подписаны, они смотрят 20 блогеров, да. Ну, а в основном смотрят с рекомендацией видео. Ну, и почему я вставил, к примеру, Купленова или Винди 31. Потому что они собрали более-менее взрослую аудиторию себе. А Нептун, наоборот, собрал более детскую аудиторию себе. Ну, блин, я сомневаюсь, что Нептун хотел себе прям детей детей у аудитории. Ну, блин, у него так просто вышло. Хотя это неудивительно. У него такой приятный голос. Он редко матюкается. Ну, как, очень редко матюкается. Мамы ему разрешают смотреть этого блогера. Ну, то есть, ну, короче, все как надо детям, да. Нептун этого, конечно, вряд ли хотел прям. Он понимал то, что дети смотрят ролики с рекомендацией, а не с подписок. Они все, говорю, про большинство. Ну, так вот, ребят, пора уже заканчивать наш ролик. Если вы досмотрели сюда, то напишите слово пельмень. Не знаю. Просто пришло первое слово в голову. То есть, сказал, напишите слово пельмень в комментариях, если вы досмотрели до конца. И что еще? И еще, ребят, пожалуйста, напишите какого-то блогера по ФНАФу, у которого сильно хейтят, или у которого скатились просмотры, чтобы я сделал на него такой же обзор, как и на Нептуна, чтобы новый контент пришел. Ну, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok